Всем привет! Мы в солнечном Аликанте! Сегодня мы расскажем про языковую школу Сампере, которая находится всего в пяти минутах от порта, то есть практически в самом центре города. В этой школе есть курсы для всех возрастов и уровней знаний испанского, поэтому если ты хочешь получить студенческую визу, обязательно досмотри видео до конца, там будет про наше пакетное предложение. А если же ты уже местный житель и хочешь выучить испанский для себя, агентство How to Spain с радостью тебе подарит скидку на обучение. Пиши нам в комментариях. Данная школа имеет аккредитацию Института Cervantes, что свидетельствует о высочайшем качестве образования. Данная школа испанского языка официальные партнеры нашего агентства How to Spain, и там ты можешь выучить не только испанский язык спокойно, качественно и интересно, но также погрузиться в испанскую культуру. И также получить студенческую визу. Ты можешь получить визу от трех месяцев и до года с дальнейшим продлением. Самая короткая студенческая виза может быть три месяца, ну а самая длительная один год. Наша школа была основана в 1956 году, так что ей уже 68 лет. Основана она была в Мадриде. Фамилия Сампере. Они до сих пор владельцы нашей школы. У нас на текущее время пять локаций. Есть вот в Аликанте, в Мадриде и в Саламанке. Это по поводу Испании. Потом у нас есть еще в Экваторе школа в городе Куэнка и на Кубе еще одна школа небольшая. Агентство How to Spain и Estudio Сампере официальные партнеры. Поэтому если вы планируете переехать в любой город Испании, агентство How to Spain с радостью вам в этом поможет и подскажет. Да, в нашей школе аккредитация Cervantes есть. Мы в прошлом году прошли обновление. И за счет этой аккредитации мы можем давать студенческие визы и также проводить экзамены Дели, официальные экзамены для испанского. Также в Estudio Сампере ты можешь взять не только долгосрочный курс для получения студенческой визы, но и краткосрочный на несколько недель и с любой интенсивностью. Если это на студенческую визу, помни, что наше сопровождение бесплатно. А если это чисто для себя, от нас до 7% скидки. Да, я проучилась 9 или 10 месяцев. И мне кажется, что я выбрала школу, пожалуй, самую лучшую. У меня стоял выбор между несколькими заведениями. И я выбирала таким образом, что я приходила, задавала вопросы и смотрела, как я себя чувствую в этой школе, начиная с того, как меня приняли, как мне показали саму школу, что мне рассказали о ней. В общем, я выбрала Сампере, я не пожалела, потому что здесь, в первую очередь, что мне нравятся все, кто находится в этой школе, преподаватели, сотрудники главного офиса, их задача – обучить тебя. То есть для них очень важно, чтобы ты посещал занятия, чтобы ты учился. Каждую неделю, раз, две, три недели преподаватели меняются. То есть таким образом они хотят дать разносторонние подходы к обучению, чтобы ученик не привыкал к одному и тому же преподавателю, к его манере, в том числе к манере говорить, не знаю, к стилю обучения. И каждый преподаватель преподносит информацию по-своему. Таким образом у тебя получается как всесторонний взгляд, иногда на одни и те же вопросы, на одни и те же темы. Очень внимательно относятся к посещаемости. То есть если студент хочет учиться, это именно то место, где он изучит испанский язык. Предположим, я начала с самого нуля, и сейчас я обучаюсь на уровне B2. То есть я сдавала все экзамены успешно, и если ваша цель – именно учиться, я думаю, что это то место, где вы получите то, что вы хотите, если вы заинтересованы в учебе. Ну и плюс мне нравится атмосфера в этой школе, потому что все сотрудники, которые здесь находятся, они очень приветливые, они доброжелательные, они всегда ответят на вопросы, помогут. И плюс тут есть угощения, кофе, печеньки, да, это тоже очень важно. Ну и в целом находиться в этой школе комфортно. Обычно в начинающих группах у нас побольше человек, от 15 до 16 человек. Ну, чем выше студент, чем больше учится, чем больше уровень достигает, группы становятся меньше, потому что некоторые уходят студенты, некоторые не сдают экзамены, и уже достигая уровня B1-B2, там группы по 6-7 человек в среднем. Я бы сказала, что эта школа более творческая в плане подхода к обучению. Как я уже сказала, конечно же, мы учимся по книге, но цель преподавателей — убрать твои страхи, заставить тебя говорить. И делают они это абсолютно разными способами. Как я уже сказала, игры, просмотр видео, прослушивание аудио. И каждый преподаватель старается сделать урок максимально насыщенным, максимально интересным. И, конечно же, только идти по книге — это не их способ. Да, в школе у нас есть экзамены, которые, например, А1 проходите полностью, там 8 недель, и потом через неделю экзамен. Чтобы перейти на А2, надо его сдать, экзамен, и получить вот 60 баллов из 100. Если не сдается экзамен, переводится в другую группу, где повторяется еще чуть-чуть А1, и потом заново экзамен, и уже на А2. Да, у меня студенческая виза. Я приобретала курс на год, и интенсив у меня 20 часов в неделю. То есть я хожу ежедневно, обучаюсь. У меня первая смена. Здесь один из плюсов — ты можешь выбрать смены, когда ты учишься. То есть я учусь именно с 9 утра до 12.15. Вот мне это подходит, и некоторые, допустим, предпочитают учиться вечером. То есть здесь занятие проводится до 8 вечера. То есть можешь выбрать часы, в которые ты учишься. Ежедневно получается примерно 3 часа. То есть 3 часа 15 минут. В итоге в неделю получается 20 часов. А также у нас есть краткосрочные курсы на неделю, на 2 недели, на 4 недели. Есть и интенсивные, есть и которые 2 раза в неделю. И там всегда вам агентство How to Spain может предложить скидку. Я бы сказала, что преподаватели стремятся построить очень сбалансированный урок. Вообще идеология этой школы такая, что здесь учат общаться, учат говорить. Это не то обучение, когда ты знаешь правила и умеешь заполнить пропуски в предложениях. Здесь обучение нацелено именно на развитие разговорной речи. Поэтому правила, конечно же, это важная часть урока. Они есть и в книге, и преподаватели обязательно пишут их на доске, структурируют информацию. И затем происходит отработка, то есть практика. В самой книге в конце есть упражнения, и преподаватели, с одной стороны, активно ими пользуются. Эти упражнения направлены на отработку изученного материала. Ну а также преподаватели дополнительно находят материал, который поможет развить знания в том или ином правиле, в той или иной области. И предлагают дополнительный материал. У них есть много источников, ресурсов, которые они задействуют. То есть мы смотрим видео, мы слушаем много аудио, как из книги, так и не из книги. У нас есть разные игры. И, кстати, на начальных уровнях игры это такая весомая составляющая процесса. Потому что лексики мы еще знаем немного, правил мы знаем немного. Но именно в процессе игры мы отрабатывали очень многие правила, слова и так далее. Для того, чтобы достичь супер высокого уровня, мне кажется, нужно не просто учиться. Естественно, это очень важная часть, но нужно постоянно пытаться интегрироваться в эту среду. Не нужно бояться разговаривать, нужно пробовать. Именно в процессе практики ты приобретаешь вот этот разговорный язык. То есть, предположим, нас очень многому учат здесь в школе. Здесь такой курс, что каждую неделю у нас дается много правил, много лексики. Но это все находится в твоей голове. И только разговаривая с испаноговорящими людьми, ты можешь формировать какую-то свою более-менее беговую речь. Поэтому здесь мы учимся, но практика происходит именно в жизни. И это очень важно. Также для студентов, которые интенсивно учат испанский, 3 часа в день, у нас есть еще дополнительно разговорный клуб. Там покупается карточка, как абонемент, оплачиваете 59 евро, и там 10 уроков. Вы можете ходить раз, два раза в неделю. И там учитель ведет урок, там нет никакой книжки, ни структуры. Учитель ведет динамику урока, и он разговаривает со студентами, улучшает разговорную часть. В первый день, когда я пришла в школу, я, конечно же, не знала, куда идти, что делать. Мы собрались здесь, в зале, и пришла заместитель директора школы. Очень-очень приятная девушка. И всех нас распределила. То есть она подошла к абсолютно каждому ученику и сказала, к какой аудитории он должен идти. В первый день я просто принесла с собой тетрадь и ручку, потому что не знала, что мне еще понадобится. И на самом деле этого достаточно, потому что школа предоставляет книги. По желанию можно книгу приобрести, чтобы заниматься дома. Но каждый раз, когда ты приходишь на занятия, преподаватель приносит комплект книг и раздает каждому ученику. То есть нет необходимости носить... Она довольно тяжелая и большая. Нет необходимости носить с собой книгу каждый день. Если ты приобрел книгу, ты, соответственно, можешь заниматься дома. К ней прилагается аудио. И также раньше существовала возможность взять книгу в аренду. Сейчас это временно приостановлено. Но это тоже был очень удобный способ для того, чтобы условно не покупать каждую книгу... Каждый раз новую книгу, когда переходишь на следующий уровень, а просто приходишь и заменяешь книгу на следующую. В поле достаточно много активностей, и все, что происходит каждую неделю, оно обычно вывешено вот здесь. То есть администраторы обновляют эти новости, и мы можем выбрать активность, начиная от того, что нам нравится, и заканчивая стоимостью. То есть мы видим, что есть активности покушать что-то вкусное за 3 евро и заканчивая путешествием на табарку. То есть администраторы записывают учеников, которые хотят участвовать, или ученики могут вписать свои фамилии вот сюда, в поля. И еще одна из самых интересных активностей для студентов – это поход в караоке. Он проводится каждый месяц, и обычно практически все студенты участвуют, потому что это не просто поход в караоке, это возможность познакомиться с преподавателями поближе, потому что почти все преподаватели школы, они также участвуют в этом, много поют, общаются, разговаривают, и обычно после таких мероприятий студенты и преподаватели, они становятся более дружными, потому что общаются в неформальной обстановке. Да, еще когда мы готовили к переезду, то я увидела в одном из чатов вопрос, на каком языке говорят воликанты, имелось в виду, на каком диалекте испанского языка, и кто-то ответил на русском. На самом деле, да, постоянно на улице я слышу русскую речь, и здесь живет очень много русскоговорящих людей, но я думаю, что если ты приехал в другую страну, да, независимо от твоей цели, необходимо учить язык, потому что ты чувствуешь себя более свободно, когда ты, не знаю, приходишь, вот пазовые вещи делаешь, там, в магазин, в кафе. Для меня лично гораздо приятнее видеть, что ты можешь что-то говорить, тебя понимают, и сами испанцы реагируют очень позитивно, когда ты что-то говоришь на испанском. И другая вещь, которая мне нравится, это то, что они помогают тебе, то есть не нужно бояться сказать что-то, не знаю, незнакомому человеку, не нужно бояться осуждения, они очень позитивно относятся к твоим попыткам, тебе помогают и очень терпеливы. Это то, что мне нравится, но определенный язык учить нужно. Кстати, в школе Самперы ты можешь не только учить испанский для себя, а также подготовиться к экзамену Дели интенсивно и даже поступить в университет, предварительно подготовившись здесь к сдаче экзаменов. Через этот курс ты также можешь получить свою студенческую визу. Так как у нашей школы есть аккредитация Института Сервантес, мы организуем экзамены Дели. Это официальный экзамен испанского, который идет и на гражданство, и сейчас, на данный момент, в Аликанте, он требуется для продления визы, для продления резиденции. Школа организует этот экзамен, он 8 раз в году, а также школа предоставляет курс, который начинается 5 недель до экзамена. У нас есть такой наш мануал, книжка. Курс идет учитель, который принимает экзамен, и там в основном разбирается структура экзамена, как отвечать на вопросы, как правильно сдать экзамен. Да, я бы хотела отметить, что именно преподаватели здесь, это одна из, пожалуй, для меня, одна из самых главных составляющих комфортного обучения. Как правило, преподаватели молодые, некоторые из них сейчас обучаются в университетах и параллельно преподают здесь. И все их специальности, они связаны с лингвистикой, то есть это люди, которые учатся, как преподавать, и параллельно они вот практикуются, можно так сказать. Но их уровень достаточно высокий, несмотря на это. Мне нравится, что преподаватели создают очень комфортную обстановку. Каждый преподаватель имеет свою манеру, свой способ, но в целом, когда ты приходишь в класс, ты не боишься совершать ошибки, ты можешь поболтать о чем-то интересном. Какие-то преподаватели любят, предположим, давать культурную составляющую. Они рассказывают очень много о блюдах, о традициях Испании, но, конечно же, не забывают про процесс обучения. То есть обычно у нас первые 10-15 минут водные, они спрашивают, как ты провел день. Опять же, это с одной стороны практика, поощряют студентов рассказывать, использовать язык на простых вещах каких-то. С другой стороны, это такой разогрев. То есть это начало урока, особенно в понедельник, когда все там еще спят. И таким образом они начинают занятия, задают какие-то вопросы, рассказывают что-то сами, и потом переходят к обучению. Поэтому преподаватели здесь, это, ну, я считаю, одна из главных составляющих школы, и они все дружные, они... Атмосфера здесь в плане преподавания очень приятная. Видно, что они заинтересованы, и вот им нравится то, что они делают. Мне это очень-очень важно. Все преподаватели замечательные, но больше всех мне запали в душу. Вот несколько человек, я могу сказать, что для меня самое лучшее, это Нурия, Яйца, Мария. Она у нас... Преподаватели, когда... Как сказать? У нас вот первая пара, это обычно преподавание новой темы, грамматики, каких-то правил. А вторая пара более разговорная. И, ну, преподаватели, соответственно, меняются. Ну, допустим, с Марией у нас была... Она у нас вела вторую пару, где мы очень много говорили. И вот то, о чем я уже упоминала, эта атмосфера очень-очень комфортная. Она задает тебе вопросы, тебе хочется на них отвечать. То же самое с Нурией. Яйца великолепно просто преподает грамматику. Она все структурирует. И на ее занятиях мы очень-очень много отрабатываем. То есть упражнения, 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 говорим упражнения. Вот. И первый раз, когда я была на ее паре, мне показалось, она очень интенсивной. Но потом я поняла, что это вот для меня лично очень большой плюс. И также я бы хотела отметить Хавьера. Вот. Мы зовем его Хави. Вот. И это тоже мой любимый преподаватель, потому что он дает очень много, как я уже говорила, культурологической информации о стране, о блюдах, о путешествиях, об обычаях. Дает советы, куда можно поехать, как провести время. И с другой стороны, он очень тоже хорошо преподает грамматику. То есть все, что он объясняет, понятно. И с ним проблем вообще в этом плане никаких нет. И очень популярное место на перерыве это наша зона кафе. Недавно, кстати, нам поменяли кофемашины. Вот две новеньких. И для каждого перерыва администраторы заранее подготавливают кофе. Можно выпить также чай, выбрать молоко, обычное или альтернативное. И также есть угощение. Ну, обычно это печенье. И из интересного, каждый понедельник администраторы также предлагают нам угощение в виде всяких булочек, пицц, сладостей. То есть они ставят их на стол и все могут подойти и угоститься. Наверное, это для того, чтобы понедельник начинался более-менее позитивно. Также студия Сампере предоставляет краткосрочное жилье или комнату в студенческой квартире или комнату в какой-то испанской семье, где вы можете увидеть чуть, как живут сами испанцы, их культуру, их особенности. Так что эта возможность всегда тоже у нас есть. Да, есть такая возможность для наших студентов, потому что многие живут в достаточно отдаленных местах и по-разному добираются в школу. И некоторые из наших студентов приезжают на самокатах. И в школе предусмотрено место для них, где можно совершенно спокойно ставить самокат или велосипед и не бояться, что что-то с ним случится. Это бесплатно и доступно для всех. Да, я бы с уверенностью могла рекомендовать эту школу тем, кто действительно хочет выучить испанский. Конечно же, у всех студентов разные цели, но я тот человек, который хочет учиться, хочет достичь того уровня испанского, который будет достаточен для жизни, для комфортной жизни в этой стране. И если вы такой же студент, то я думаю, вам эта школа подходит на 100%. Потому что для себя лично какие плюсы я отметила? Как я уже говорила, здесь заинтересованы в вашем обучении. Здесь делается все и даются все возможности для того, чтобы студент учился. Если ваша цель изучить испанский, это именно то место. Если вы ищете комфортную атмосферу, приятных людей, как преподавателей, так и студентов, это также вам подойдет. Поэтому мне нравится атмосфера, мне нравится методика преподавания. И я могу рекомендовать эту школу 100% тем, кто хочет изучить испанский язык. Школа Сампере и агентство How to Spain официальные партнеры. И у нас есть курсы для получения визы, где агентство How to Spain полностью помогает с оформлением, подачей документов. И уже после получения документов тоже есть обратная связь. И они это делают полностью бесплатно. Наши миграционные специалисты и лично я будем с радостью сопровождать вас на всем процессе получения вашей студенческой визы от первоначальной консультации и до получения пластиковой карты. Поэтому обращайся по контактам, которые ты видишь в описании, и мы будем с тобой на связи. И немножко о моей личной истории, как мы выбрали компанию How to Spain, и как мы, собственно, оказались здесь, в Испании, когда мы задумались о переезде, мы выбирали, соответственно, начали выбирать компанию, которая нам поможет это сделать, и выбирали по таким критериям, как, не знаю, условия сотрудничества, смотрели, читали отзывы, и, соответственно, выбирали локацию, в которой мы бы хотели жить, и компанию из этой локации. Поиском компании занимался мой супруг. Он связался с компанией How to Spain и непосредственно с Кариной. И я считаю, что это было очень удачным в течении обстоятельств и хорошим выбором, потому что на самом деле с того момента, когда мы впервые связались с Кариной, до момента, когда мы оказались здесь, прошел практически год. И за все это время Карина постоянно была на связи. Она отвечала на все наши вопросы, и она предоставляла нам информацию по школам. Мы очень долго выбирали. Соответственно, на том этапе мы не понимали, какие нам нужны документы, что зачем происходит, какие этапы подачи на визу, какую школу выбрать и так далее. И Карина во всем нам этом помогала. Впоследствии, когда мы оказались здесь, для того, чтобы подать документы, мы договорились о встрече, и это тоже все произошло очень быстро, комфортно. Вся необходимая информация, которая нам была нужна, Карина нам ее предоставила, она помогла решить вопросы с документами, дала какие-то советы. И что мне особенно нравится, нас всегда информировали по каждому этапу, что будет дальше. То есть у нас не было такого, что мы не знали, а что потом. Был у нас вопрос, мы его задавали. И даже если мы его задавали второй и третий раз, то мы получали на него ответ. Поэтому я могу отметить, что весь процесс взаимодействия с компанией How to Spain прошел очень комфортно и занял практически до получения визы. От момента первой связи до получения визы это практически полтора года. И я очень довольна, что мы выбрали эту компанию. Я ставила положительный отзыв, абсолютно искренний. И я могу ее рекомендовать как компанию, которая поможет вам осуществить вашу мечту. Друзья, и важное уточнение. Помните, что мы работаем по всей Испании. Неважно, в каком городе Испании ты хочешь получить свою студенческую визу или учиться. Если там есть языковая школа, значит мы сможем тебе оформить студенческую визу и быть всегда на связи для твоего максимального комфорта. И еще один из плюсов, который мне хотелось бы отметить, что для нас весь этот процесс сопровождения и помощи нам в получении студенческой визы был абсолютно бесплатный. Нам это ничего не стоило. То есть компания сопровождала нас всегда, и это было бесплатно. И в том числе очень помогли нам с поиском ситы, записи на получение пластиковой карты, потому что есть очень большая проблема с этим, достаточно большая. И компания помогла нам сделать это. Мы не почувствовали никаких трудностей. Взяли ситу, назначили день и даже скинули локацию, куда мы должны прийти, поинтересовались, ничего мы не забыли, перечислили все документы. То есть все, опять же, было максимально комфортно. И в заключении хочу сказать пару слов о самом городе, об Аликанте. Мы выбирали между разными городами, разными локациями. И я очень рада, что мы остановились в выбор именно на Аликанте. Для меня это очень комфортный город, как для жизни, так и атмосфера в нем тоже очень приятная, спокойная. И в то же время здесь проходит очень много праздников, что для нас было, допустим, впервые посетить праздник Агерас, знаменитый. И очень много эмоций мы здесь испытываем. То есть в течение нашей обычной жизни мы сталкиваемся с трудностями, но потом ты выходишь на улицу, идешь на пляж, отдыхаешь, расслабляешься и с новыми силами продолжаешь наслаждаться жизнью в Аликанте. Я определенно могу рекомендовать этот город тем, кто хочет жить возле моря и изучать испанки. Спасибо за просмотр данного видео. Если оно тебе понравилось, ставь палец вверх. Если же остались вопросы, пиши их в комментариях, я с радостью на них отвечу. И остаемся на связи. Помни, что агентство How to Spain надежный партнер в сфере образования, страхования и административных услуг. Если ты хочешь студенческую визу или комфортный переезд в Испанию, тебе к нам. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!